Уважаемые коллеги, диагностика и лечение пациентов с метастатическим поражением центральной эндокринной железы является очень сложным вопросом и требует повышенного внимания со стороны мультидисциплинарной команды специалистов. Гипофиз является редкой мишенью для поражения метастазов из различных первичных и излокачественных опухолей различной локализации. Сам процесс метастазирования и непосредственно патология являются недостаточно изученными. Известно, что в основном пациенты страдают от такой патологии в возрасте от 50 до 60 лет, но мы не знаем точных данных по половому распределению. Период средней выживаемости достаточно короткий и составляет всего 12-13 месяцев. Также известно, что среди интракраниальных метастазов на гипофиз приходится до 3,6% случаев диагностики. Среди всех прооперированных пациентов на гипофизе метастазы составляют только до 1,8% случаев. Но по данным аутопсии этих пациентов составляет немного больше процента, до 4%. На сегодняшний день известно, что наиболее частыми опухолями, которые дают метастазы в гипофиз, являются опухоли молочной железы, легких, щитовидной железы и почек. Но также, только гораздо реже, метастазы распространяются из опухоли печени, желудочно-кишечного тракта, меланомы, лимфомы и другие. Известно, что наиболее часто поражается задняя доля гипофиза или нейрогипофиз по сравнению с передней долей. Но в ряде случаев мы можем наблюдать и синхронное метастазирование в обе доли. Это возможно объяснить гематогенным распространением метастазов и типом кровоснабжения передней и задней долей гипофиза. Так известно, что задняя доля кровоснабжается напрямую из нижней гипофизарной артерии, тогда как передняя доля гипофиза через портальную систему с наличием двух капиллярных сплетений. И предположительно, вот эти сплетения препятствуют распространению опухолевых клеток. Образование вторичных очагов или метастатических очагов в гипофизе клинически проявляется около 18% случаев. Так, при сдавлении зрительного перекреста у пациентов возникают зрительные нарушения разнообразные, и они являются наиболее частыми. При поражении задней доли гипофиза может возникнуть несахарный диабет. При поражении передней доли гипофиза может развиваться либо частичное выпадение функции передней доли гипофиза, либо полный пангипотеутаризм. В нашем центре с 2020 года мы наблюдали три таких пациента, которым было выполнено хирургическое вмешательство через трансназальный-трансвеноидальный доступ. И на операционном материале мы четко подтвердили именно метастатическое поражение гипофиза. Первый случай – это женщина, молодая женщина, заболевание у нее манифестировалось с 32 лет, и была выявлена злокачественная опухоль молочной железы, инвазивная карцинома неспецифического типа. Известна из анамнеза, что она подверглась множественным курсам химиотерапии, радикальной мастектомии, где в операционном материале был выявлен лечебный патоморфоз опухоли и метастаз в регионарный лимфоузел. Далее, через несколько месяцев буквально у пациентки возникли жалобы на нарушение зрения. У нее уже в эндокринологическом центре была выявлена частичная атрофия зрительных нервов, также был диагностирован центральный несахарный диабет и пангипопитоитаризм. На МРТ выявлено объемное образование с упраэватороселлярным ростом размером до 2-4 см. Далее, эта пациентка была прооперирована, и в операционном материале мы получили ткань аденогипофиза с наличием гнезд и тробекул опухоли. При иммуногистохимическом исследовании клетки опухоли были негативны ко всем транскрипционным факторам гипофиза, гормонам гипофиза. Так мы видим экспрессию транскрипционного фактора гипофиза именно в окружающей ткани гипофиза при отрицательной экспрессии в самой опухоли. Также опухоль экспрессировала сама непосредственно цитокератин 5-6, и на основании морфологической картины и иммунофенотипа у пациентки был диагностирован метастаз ракомолочной железы. Период наблюдения этой пациентки составил 24 месяца, то есть на сегодняшний день она, к нашему счастью, она жива, но требует очень большой работы со стороны эндокринологов, то есть ей требуется лечение заместительной гормональной терапии и дальнейшее определение ее тактики лечения. Следующий случай хотим представить тоже женщина. Заболевание манифестировалось с 61 года. В 2012 году известно, что ей проведена срединная лобоктомия справа с медиастенальной лимфоденоктомией. И далее она подверглась дистанционной лучевой терапии по поводу типичного карциноида легкого. В 2018 году также в эндокринологическом центре была диагностирована аденома околощитовидной железы и выявлен первичный гиперпаратериоз. При обследовании в эндокринологическом центре на МРТ выявлено объемное образование супра- и параселярным ростом 3,3 см в наибольшем измерении. Клинически у нее наблюдалась вторичная надпочечная недостаточность, то есть у нее имелось частичное выпадение функции передней доли гипофиза. И при обследовании не были выявлены данные за гормональную активность опухоли. И при офтальмологическом обследовании выявлена ангиопатия сетчатки. Далее было принято решение ее прооперировать, и в операционном материале мы получили следующую картину. На вставке показана ткань аденогипофиза и сама непосредственно опухоль, которая состояла из железистоподобных структур. Клетки этих структур обладали признаками нейроэндокринной дифференцировки, что подтвердилось при дальнейшем иммуногистохимическом исследовании. Эта опухоль очень ярко экспрессировала хромогранин А и тиреоидно-интерскрипционный фактор, на основании чего был поставлен диагноз метастаз карциноида легкого, то есть метастаз нейроэндокринной опухоли легкого. И период наблюдения этой пациентки составил 6 месяцев, и на сегодняшний день она также жива. Ей также проводится коррекция всех эндокринных нарушений и наблюдается совместно с онкологами. И последний случай мы хотим представить мужчину. Его заболевание манифестировало в возрасте 67 лет. Мы знаем, что в 2017 году он подвергся нефректомии слева, и при морфологическом исследовании мы получили диагноз светлоклеточные и почечно-клеточные карциномы. И в настоящее время также известно, что у него имеется образование в правой почке. В 2022 году обнаружена опухоль в гипофизе 1,4 см. Далее пациент был отправлен под динамическое наблюдение, и уже на следующий год обнаружена была отрицательная динамика в виде увеличения роста этой опухоли с супрапараселлярным ростом с пролапса в третий желудочек. В данном случае это КТ-изображение, так как пациенту невозможно было выполнить магнитную резонансную томографию по причине клаустрофобии. При обследовании данных за гормональную активность этой опухоли не получено. У пациента был выраженный хиазмальный синдром, и также было полное выпадение всех функций аденогипофиза. И на основании данной картины, с учетом отрицательной динамики выраженного хиазмального синдрома, пациент также был прооперирован. Но и в операционном материале мы получили ткань светлоклеточной и почечно-клеточной карциномы. То есть это уже вторичный очаг, это метастаз рака почки, который состоял из клеток с оптически пустой цитоплазмой, расположенной среди тонкой сети сосудов, и был позитивный к CD10 при иммуногистохимическом исследовании. И этот пациент был прооперирован совсем недавно, в марте этого года. И вот мы его наблюдаем на сегодняшний день в течение двух месяцев. Таким образом, мы хотим обозначить, что все-таки гистологическое исследование является основным методом диагностики и дифференциальной диагностики метастазов от первичной опухоли хиазмально-селярной области и метастазов. Но нужно также сказать, что на сегодняшний день отсутствует консенсус в выборе метода лечения таких пациентов. Им применяется либо хирургическое удаление, либо радиотерапия, либо химиотерапия, или иммунотерапия. Но важно отметить, что какой бы метод мы не выбрали, он не обладает преимуществами в отношении выживаемости наших пациентов. Прогноз также неблагоприятный в целом. Все-таки он зависит в основном от типа первичной опухоли и наличия других метастазов в другие органы. Но есть надежда в отношении того, что все-таки молодой возраст, небольшой объем поражения гипофиза и короткий период между диагностикой первичного очага злокачественной опухоли и метастазов в гипофиз все-таки может ассоциироваться с более длительным периодом выживания. И в заключение еще раз хочу повторить, что эти пациенты очень сложные, они очень тяжелые, и поэтому требуют большого напряжения сил со стороны многих специалистов.